Брестская крепость – национальное достояние, символ мужества советских солдат и победы в самой жестокой и кровопролитной войне. Каждая стена казармы, каждый кирпич здесь хранит память о том, как люди защищали свои семьи, свой город и родину. Именно поэтому любые изменения на этой земле воспринимаются особенно остро. Но мир не стоит на месте, все стремительно развивается и сегодня, чтобы вовлечь комплекс в активную деловую и культурную жизнь города над Богом, необходимо принятие мер по развитию и модернизации территорий, прилегающих к мемориалу, созданию удобной и привлекательной для туристов и горожан инфраструктуры. Время не стоит на месте, и, конечно же, крепость в какой-то степени должна развиваться. Мы еще хорошо помним те времена, когда людской поток, Брестскую крепость, вот если исчислялся около миллиона, то и более миллиона человек. Но сегодня я считаю, что одного имени Брестской крепости недостаточно, потому что настали немножко другие времена, поэтому надо и серьезно заниматься инфраструктурой для того, чтобы можно было, кроме Брестской крепости, посмотреть еще кое-какие-то интересующие туристы достопримечательности. Те проекты, которые мы сегодня будем обсуждать, ни в коем случае не вмешиваются в мемориальную зону Брестской крепости. Это святое, которое мы должны чтить. Все эти аспекты постарались учесть при разработке концепции организаторы проекта «Брест-2019», который начал свою работу полтора года назад. За это время сделано немало, проведена полная инвентаризация объектов крепости, создан ее историко-географический атлас, а также рассмотрены варианты проектов по развитию территорий. Итогом стало создание общей концепции развития Брестской крепости и прилегающих территорий, которая была представлена накануне в Брестском облсполкоме. Речь идет не только о территории самой Брестской крепости, ведь речь идет о том, чтобы как-то решить ряд вопросов, связанные с приближением, как представители ассоциаций Министерской культуры говорят, приблизить город к крепости, хотя, кажется, тут расстояние-то не очень далекое от Бреста к крепости. Но, тем не менее, определенная часть учреждения и инфраструктуры удалена от крепости, поэтому этот момент, он тоже важен, не только для Брестской крепости, а в целом для нашего города. Результатом совещания стало создание рабочей группы для координации деятельности по разработке, утверждению и последующей реализации концепции сохранения и развития Брестской крепости и прилегающих территорий. Возглавил ее губернатор региона Константин Сумар. В список задач группы будет входить сбор данных для расчетов бизнес-плана, определение порядка согласования комплексного проекта Брест-2019, рассмотрение сценария его реализации, а также разработка нормативно-правовых актов с необходимыми обоснованиями для представления правительству и главе государства.